Открытая студия Открывая завесу тайны, у нас есть новая традиция, это дайджест новостей, самое актуальное, что произошло за выходные для всех наших жителей, для слушателей, для северян, поэтому прямо сейчас, коротко, о главном. Итак, прививки от новой коронавирусной инфекции сделали уже более 142 тысяч жителей Мурманской области, что составляет свыше 41% от плана. Об этом глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев рассказал на сегодняшнем оперативном совещании. Эпидситуация в Заполярье остается напряженной, но контролируемой. Продолжается развертывание дополнительных коек, работают 24 спецбригады скорой медицинской помощи и 19 амбулаторных патронажных бригад. Дмитрий Панычев в очередной раз подчеркнул, что для успешной борьбы с пандемией, помимо усилий системы здравоохранения, необходим коллективный иммунитет, прежде всего за счет вакцинации. Кстати, ты сделал себе прививку? Нет, я делаю во вторник. Сделаешь во вторник. Ну, завтра, то есть. Итак, глава региона Андрей Чибис побывал в Доме культуры поселка Умба, где сообщил, что необходимо подготовить проекты сметы, чтобы сразу отремонтировать фасад и оставшиеся помещения учреждения культуры. Это заявление можно считать ответом на обращение жительницы Умбы во время прямой линии. Кстати, за последние пять лет в помещении капитально отремонтированы дискозал, малый и зрительный зал. В фойе первого и второго этажа изменены кресла в большом зрительном зале, а также выполнен ремонт отмостки у здания. Также в 2020 году благоустроено и заасфальтировано площадью ДК, установлено видеонаблюдение, изменены окна. В этом же году приобретено световое и звуковое оборудование, экшн-камеры и штативы. И последняя новость. На Каннском фестивале прошла премьера фильма «Купе номер 6», который снимался в том числе в Мурманской области. Лента вошла в основную конкурсную программу, где за золотую и пальмовую ветвь соревнуются еще 23 фильма. «Купе номер 6» повествует о поездке финской студентки на поезде из Москвы в Мурманск. Искренне надеемся, что золотая пальмовая ветвь уйдет именно этой киноленте, что пойдет еще одним плюсом в копилочку для популяризации Мурманска не только у нас в России, но и за рубежом. И раз уж мы так в двух словах о вакцине сегодня, об этом так или иначе говорят все, вот сейчас пошли три волнения в сети насчет того, что тяжело вдруг стало записаться на вакцинирование. Возможно, если это так, то по понятным причинам, потому как, как только, как говорится, ситуация ухудшилась. Наверняка, я предполагаю, ломанулись многие. Пусть так косый же организм прозвучит в меня, но все же. И теперь это стало сделать тяжелее. Вот ты на вторник записывался. Ну, у меня просто, нет, у меня вообще не было никаких проблем с записью, я записывался просто давно, я записывался на госуслугах и подбирал дату таким образом, чтобы, ну, чтобы это было просто удобно. Вот, я бы на самом деле вакцинировался бы достаточно давно, вот, но у меня были выработаны антитела в большом количестве, вот они сейчас начали снижаться, и в принципе я понимаю, что уже можно делать вакцинацию. А ты как управляющий информационной площадки региона 51, ты ведь тоже наблюдаешь за комментариями людей на разные тематики. Как, на твой взгляд, сейчас, вот на момент времени люди относятся к всей этой тематике? Первое, что хочется заметить, это то, как сильно меняется вообще восприятие людей к коронавирусу. Если мы вспомним, когда он начался, это было год назад, большая часть людей говорила, да вообще, хоть кто-нибудь знает хоть одного человека, кто заболел коронавирусом. Ну, такое же было. То есть сейчас под сомнение, если ставят наличие этой болезни, то это единицы, реальные единицы, то есть на них уже все и так криво смотрят. Вот, перестали сравнивать это и с гриппом, да, если мы обратим внимание, потому что все понимают, что это опасно, потому что у многих все-таки, не у всех, но у многих близкие ушли, да, из-за этой болезни, вот, поэтому... Давай лучше так скажем, наверное, практически нет непострадавших семей в том или ином ключе. Да, да, то есть у меня родные переболели все, вот, я сам переболел очень тяжело, я переболел в больнице, причем так вот получилось, что я летел назад в Мурманск, и такой думаю, ну вот все, сейчас я прилечу, появилась наконец-то вакцина, я сейчас ее сделаю, и все, и как бы я вот, слава богу, прошел эту волну. И вот в этот самый момент я и заболел. Это как бы было, я подлежал в больнице, и, кстати, надо сказать спасибо огромное нашим врачам, потому что реально я был сильно удивлен качеством медицины, реально сильно, вот, и скоростью работы, и скорой помощи, там, и всего остального. Записаться на вакцинацию у меня проблемы не было, я зашел на госуслуги, и я просто записывался, там, недели за две примерно, вот, на все это дело, то есть, ну... Я просто как человек, который сам это сделал еще до волны, которую мы все предполагали, ну, по крайней мере, те, кто в СМИ работает, что так или иначе оно начнется, и все, вот, первое постановление о том, что она необязательная, но рекомендуемая, и в этот момент вот у меня ряд товарищей столкнулись с тем, что то сайт рухнул, там... Бывают у него, да, проблемы с серверами, нормальное явление, ну, такое часто бывает, когда... Ну, в общем, надеемся, что все так или иначе у нас будет лишь крепчать здоровьем, а сегодня мы поговорим о том, как мы оздоравливаем не только свой организм, но и природу вокруг нас, мы пообщаемся об эко-марафоне под названием «Чистый регион». В воскресенье, если лид мне не врет, 11 июля прошел второй этап, верно? Да, все верно. Да, ну, давай начнем не с этого воскресенья, а вообще с эко-марафона, как задумки, как идея, когда она появилась, кто ее автор, что он из себя представляет. Ну, смотрите, давайте начнем с того, что очень многие сравнивают, что это, типа, субботник. Это не субботник, совсем нет. То есть цель, конечно, это схожа, да, это обратить внимание на проблему, это сделать наш мир чище, да, сделать добрые дела, в конце концов. Но в большей степени это такая большая тактическая игра. То есть люди соревнуются между собой по скорости сбора мусора. Но собирать-то его можно по-разному. Можно два часа, там, копаться с граблями, да, и собрать мало баллов, а можно выработать какую-то стратегию из команды собрать много баллов. То есть это, у нас была команда, которая вот в этот раз территорию осматривала дроном. Ну вот, то есть все для того, чтобы выработать правильную стратегию. А грейдерсовая можно привести? Победы. Но в правилах пока такого нет, но у нас возникают, так или иначе, каждый раз какие-то дополнения новые в правила, да, то есть мы вносим какие-то изменения. Вот, например, сейчас было новое правило у нас, да, что если в районе одного метра от мусора никого нет, мусор считается нейтральным. Потому что на прошлом этапе у нас был такой, ну, спортивный конфликт, назовем так. То есть женщина из канавы доставала мусор, складывала в мешочки, думала, что сейчас вот много мешочков соберет, и, значит, унесет, сдаст и получит много баллов. Команда шла мимо. Она говорит, ой, класс, мешочки есть. На секунду, тебя перебью, переверни, пожалуйста, свой смартфон. Я боюсь эпилептических припадков у кого-то из наших зрителей. Вот, и, значит, команда другая шла мимо, увидела уже собранные мешки на дороге, такая, ой, здорово, класс, тут есть готовые баллы. Их забрала, и начался конфликт. И, по сути своей, команда, которая взяла эти мешки, в принципе, права. Ну, человека нет, мешки лежат. Почему бы нам их не забрать? Ну, мог же кто-то давным-давно делать субботник, как это, кстати, и часто бывает. Вот, поэтому такие правила мы вносим. Но это соревнования, да, в первую очередь. Это реальная такая вот прям битва. Команды, очень многие приходят заряженные на победу, вот, подбирают себе очень тщательно игроков в свои команды. И, что радует, очень много профессиональных коллективов в этом участвует. И все же я пытаюсь понять основное отличие от субботника. Почему? Потому что у субботников сейчас, ну, вот именно в 21-м году почему-то, не могу проследить причинно-следственную связь, есть не самая приятная коннотация. Люди подводят субботники под эффективную меру, которую предлагают те или иные управляющие органы, чтобы справиться с задачей, которую, вроде бы как, они должны делать и следить за тем, чтобы это выполнялось самостоятельно. Да, то есть такая, вроде бы, хорошая вещь. Давайте соберемся всем двором, выйдем и все почистим. Хотя за это, вроде как, заплатим налоги из... Да, да. Но, во-первых, смотрите, да, очень, кстати, важный момент, что мы убираем и проводим свои игры только на общественных территориях. Вот это, как бы, очень важный момент, да? То есть у нас нет ситуации... То есть не момент, который принадлежит юрисдикции управляющей компании? Однозначно нет. Но почему мы должны делать работу, за которую люди платят деньги? Ни в коем случае. Вот смотрите, просто банальный пример. Мы чистили устья реки Роста. Вот, то есть прямо вот река Роста. Очень, кстати, многие не знают, что Роста река находится не в Росте, а находится в другой части Ленинского района. Вот. И, в принципе, конечно, можно сказать, ну вот, но есть же администрация Гордон, она должна это убрать. Но в администрации города хватает реально забот по очистке других общественных пространств. То, что там находятся устья этой реки, не видно даже с 50 метров. Но когда мы оттуда выгребли почти 4 КАМАЗа мусора... 4 КАМАЗа? 4 КАМАЗа за 1 час. То есть в чем вообще... Вот я говорю, в чем разница как раз между субботником? В том, что субботник – это такое зачастую административное действие, когда говорят, ребята, вы все берете грабли, идете, да, там, чистите. Люди могут приходить, когда хотят, уходить, когда хотят, сидят расслаблены, еще что-то. Здесь все прям по спортивному. Обратный отсчет, фейерверк, который обозначает начало старта, ровно час времени на то, чтобы собрать максимальное количество мусора, победить другую команду, карты игровые там, да, и прочее, 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 прочее. Конечно, команда заряжена в этой ситуации, потому что для многих есть такой фактор, как необходимость победы. Ну, спортивный азарт. Спортивный азарт, в конце концов, да. Когда он начался? Задумка у нас появилась в марте. Мы хотели бы реализовать раньше, но погодные осадки не позволяли. В конце концов, мы пришли к тому, что мы будем делать три этапа. Это июнь, июль, и август. Каждый этап у нас, он специфичен. То есть, вот как раз первый этап был вода, и это был район устья, устья реки Роста. Второй этап у нас назывался лес, да, и это был такой лесной... Это вот воскресенье. Это вот воскресенье, да, это был лесной массив на улице Дежнёва, и третий этап у нас будет гора. То есть, это будет вообще большое пространство в таком, ну, условном городном массиве. Я не могу просто раскрывать точку по определенным причинам. Дело даже не в том, что пока рано. Мы раскрываем точку, в которой мы работаем, за, короче, вечером до игры. Чтобы заранее приехали, не убрали. Чтобы не получилось такой ситуации, что кто-то заранее себе там туда накидал артефактов, например, да, потому что за разное количество мусора даются разные баллы. За разный тип мусора. То есть, например, вот условно, за мешок, наполненный мусором, мы даем один балл. За какую-то габаритную вещь, которая не влазит в этот самый мешок, мы даем два балла. А есть еще такая особенность, которая называется артефакты. То есть, это, допустим, старая масляная лампа, керосиновая, да, какая-нибудь. Или, там, я не знаю, из серии перо Феникса. Ну, я понимаю, да, да. То есть, за это мы даем что-то необычное, что нетипичное. Мы даем за это три балла. Конечно, команды там пытаются хитрить, каждый раз приносят какие-то тетрадки, говорят, вот, смотрите, это летопись там древних индейцев. Мы говорим, ребят, это просто мусор. То есть, это вообще не артефакт. А вы не разделяете по типу мусора? У нас есть команда, команда «Есть дело», которые, помимо того, что они просто собирают в одну кучу мусор, как другие команды, они его сортируют и потом ездят, сдают. То есть, они вообще прям, ребята увлеченные, вот они в этот раз там набрали эти крышечки отдельно, пластик отдельно, еще что-то отдельно, загрузили к себе в багажник. Вот можно в сторис как раз посмотреть вот у нас или в регион 51. И, собственно, вот все это. Но я так понимаю, что они, получается, не особо за спортивный азарт, потому что это же наверняка замедляет. Нет, они заняли сейчас третье место на этом этапе из 11 команд, что важно, да, они заняли третье место. Но вот у них какая-то дополнительная фишка, еще сортировка мусора. Вот им прям по кайфу. Итак, мы плавно подошли к самому главному. 11 команд. Это те, кто набрались с самого начала, это число будет фиксировано на все три этапа. Или они будут побывать? Нет, нет, нет. Любой человек может свою команду собрать, присоединиться к нам на третий этап. Это вполне возможно, это реально. Просто в общей сложности у нас уже поучаствовало 13 команд. Какие-то были новенькие, какие-то присоединились на втором этапе. Но на сегодняшний день цифра у нас вот такая. А сколько человек в команде? До 5 человек ограничения. Но, в принципе, кстати, вот есть была команда, у нас твердый знак. Их было 3 человека. Они втроем заняли 4 место. В принципе, очень хороший результат. То есть весь марафон, каждый из этапов проходит всего лишь за один час? Да. Ровно час дается на то, чтобы выполнить задачу по уборке территории. А вот первый этап был на воде. Мы говорим об устье реки. Насколько это безопасный участок? Слушайте, но мы, когда выбираем места, конечно, в первую очередь мы заботимся о безопасности. Мы, кстати, смотрим, чтобы там не было люков каких-то, да, еще чего-то. Конечно, возможно, разные ситуации, да. Вот. Но каких-то серьезных ситуаций у нас не было, да. То есть, конечно, там были ситуации, что человек там бежал-бежал-бежал, на ровной дороге споткнулся, разбил себе коленку. Ну, из серии, да, там джинс порвал. Вот. Но это нормальная история. То есть точно так же можно в футбол бегать, играть и коленку себе там повредить. Ну, то есть подобный чемпионат, состязание, можно назвать его как угодно, я так полагаю, в рамках обозначенного эко-марафона. Оно не подразумевает какие-то особо сложные территории, там, каменистая местность или лес, в котором можно потеряться. Ну, вот как раз третья у нас территория. Потеряться точно нельзя, потому что у нас есть естественные границы. Они есть обязательно. А это, кстати, необходимость, просто потому, что туда приезжает потом грузовик, в конце концов, с мусором, его вывозят. Вот. Но вот местность, например, на третьем этапе у нас была как раз каменистая. И это очень важно. То есть здесь мы будем даже рекомендовать игрокам какие-то наколенники или еще что-нибудь. Вот что-то типа того одевать. Еще много вопросов у меня очень. Как обычно, не так много времени у нас остается, потому что первая половина программы вот уже буквально проскочила. Давай вернемся к этой беседе по завершению рекламного блока. Полторы минуты на все про все рекомендую не переключать FM-волну и свой телеканал. Реклама Продолжает говорить и показывать открытая студия. Совместный проект Радио Рекорды телеканала Арктик ТВ. Я ее ведущий Николай Дукмас. Напомню, в гостях у нас сегодня организатор Экомарафона Дмитрий Афиногенов. А забыл в первой половине программы увлеклись новостями беседы обозначить контактные данные, как с нами можно связаться. Ведь открытая студия выходит в прямом эфире и полностью подтверждает свое название. Она открыта и для ваших звонков и для ваших сообщений. Номер телефона для звонка в прямой эфир 99-45-45. Сообщения можно присылать на один из наших интернет-мессенджеров. Телеграм и Вайбер привязаны к номеру плюс семь девятьсот двадцать один семьсот восемь двадцать ноль шесть. Как вы выбираете географию? Географически, как вы выбираете места? Ну вот, я понимаю разделение по типу местности. Сначала хотим вода, земля, воздух. Не хватает только магии огня, естественно. Но почему именно вот эти точки? Ну, смотрите, давайте... Первое, да? То есть нам было интересно, в принципе, разделить этапы по типу. Когда мы выбрали этап вода, было не так много вариантов. Да, у нас, конечно, много водоемов в Мурманске. То есть важный момент, что это именно черта города? Да, конечно. Ну, потому что игрокам важно добираться туда на общественном транспорте. У нас нет возможности финансово вывозить игроков автобусами куда-то. Мы не та просто организация. Поэтому это обязательно черта города. Ряд водоемов, они находятся, ну, скажем так, в контракте на уборку территории. То есть, допустим, если взять Ледовое озеро, ну, глупо там убираться, если там есть постоянная действующая уборка. Вот. В районе Семеновского озера убираться тоже тяжело, потому что это выходные дни, а там люди, которые отдыхают, жарят шашлыки, да, там как-то семьям приходят, и тут мы такие, вроде, с мешочками убираем. Ну, это же глупо. То есть это неизбежный какой-то конфликт между отдыхающими и игроками. Поэтому вот так вот получилось, что это река Роста. Причем у нее действительно уникальная история. То есть приходили местные жители, когда увидели, что там происходит, там мужчина пришел, говорит, я в 68-м году здесь ловил рыбу. Сейчас я здесь ловлю покрышки. Вот. То есть вот такая вот ситуация. Это произошло из-за масляной пленки, которая на этой реке образовалась. Вот. Поэтому грустно, что так происходит, но хоть как-то обращая внимание над такими мероприятиями, мы можем сказать, что есть еще и другие водоемы, которые мы еще можем сохранить. А как вообще относились люди, которые проживают в тех районах, где вы проводили этот марафон? Были какие-то реакции? Да. Вчера вообще у нас было огромное количество местных людей. То есть они вначале, конечно, испугались, когда мы приехали, стали выгружать там наш штаб, вот все эти стульчики, там все эти вещи. Они приходят, говорят, что вы здесь делаете? Мы говорим, ну у нас тут вот субботник будет, все, экологический марафон. Мы объясняем. Они говорят, это неправда. Мы говорим, ну как неправда? Они говорят, ну вот неделю назад были такие же ребята, ну то есть в итоге, когда там они увидели, что действительно мешки, грабли, то есть достаются все эти вещи, они, конечно, очень были рады, потому что на их территорию вообще никто внимания не обращает, они живут себе на улице Дежнева и живут. Вот, конечно, когда к ним приехали, все убрались, они вообще были в восторге просто. Конечно, да, там кому-то там помешала музыка на этом мероприятии, но музыка, это необходимый, и как и микрофон, это необходимый и неотъемлемый атрибут такого марафона, да, потому что важно с микрофона координировать игроков, давать старт мероприятия, финиш мероприятия, подбадривать игроков саундом, да, определенным, вот, поэтому это, ну, как бы тоже все важно. Я так понимаю, что за оба этапа ни разу не было ситуации, когда мусора не хватило? Вообще ни разу не было ситуации, вот просто не было ситуации. Ну, это вообще печально, конечно, хотя здорово в рамках формате игры. Ну, да, так вот я говорю, что это как раз и есть цель марафона показать, насколько печальна ситуация у нас с мусором, потому что вот лесочек оказался маленький, но, как говорится, удаленький, да, то есть вот у нас приехал КАМАЗ ровно после окончания, то есть мы стали загружать, он загрузился, и мы понимаем, что нам нужна еще одна ходка за обычным бытовым мусором и еще КАМАЗ на то, чтобы вывести покрышки, а это все в маленьком лесочке. Это вот мы создаем человечество, и это печально. Я понимаю, что мы все в этом плане не эксперты, но вот по вашему представлению, сколько там времени копился этот мусор? Да я думаю, что его в принципе никогда не убирали. То есть вот он как был, То есть это такие слепые зоны нашего города, их так можно назвать? Да, 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 то есть люди приходят туда, опять-таки, в какую-то хорошую погоду, ставят себе там мангальчик, сидят, отдыхают, хотя, по большому счету, это вообще идеальная зона для того, чтобы создать там какое-то общественное пространство. Надо же после марафона родилась идти, прийти туда с косами, с этими электрическими, еще покосить, сделать такой газончик, типа, чтобы ребята могли там, дети в футбол, волейбол играть. Ну, такое вот как бы, да, просто вот по кайфу. Когда участники выбегают, пространство уже все равно, действительно, небольшое, они заранее распределяются по каким-то точкам, или вы можете хоть друг за другом ходить? Ну, смотрите, у нас была история такая, первый этап у нас была единая точка старта, единая точка сбора мусора, единая точка зоны поиска. Но тогда были разрешены массовые мероприятия. В данной ситуации у нас произошло следующее, что мы понимаем, что массовые мероприятия нельзя, и это справедливо, с учетом действующей обстановки, поэтому у каждой команды была своя точка старта, своя зона поиска в составе четырех человек. Не могу не спросить, а командный QR-код был? QR-код нет, но были у нас командные бейджи. Хорошо. Вот, да. Но, вот, собственно, своя точка старта, своя точка сбора мусора, своя зона поиска, и в этой ситуации мы не знали, как сделать так, чтобы было справедливо. Ну, кого-то может быть чуть меньше, кого-то больше изначально. Да, 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 да. Поэтому мы сделали жеребьевку, первыми дали возможности без разведки полигона выбрать новым командам, потом командам, которые на прошлом марафоне проиграли, и победителям прошлого марафона достались уже те места, которые достались. И вот такая интересная ситуация произошла, что команда, которая в прошлый раз заняла второе место, ей просто достался, ну, я не знаю, залежи этого мусора. То есть она смотрит, просто достается и точка, она такая, блин, приходит, а там просто вот. Вот. Это было прям прикольно. И все такие, да как так, почему мы не выбрали эту территорию? И это действительно на карте ты смотришь, тебе кажется, это самое неудачное. Но если подумать, это самая удачная зона. Просто люди не подумали. Я правильно понимаю, что те команды, которые участвуют с самого первого этапа, у них будет все-таки, ну, логично по цифрам, по итоговым балловым расчетам, больше шансов на победу, общую победу в марафоне, чем у тех, кто присоединится к третьему? Конечно, однозначно. Шансы у тем, кто присоединится к третьему, они есть, но они небольшие. Потому что в этом и суть общей турнирной таблицы, в этом суть марафона, чтобы сделать, вот как раз выявить победителя по итогам первых трех этапов. Но у нас, например, есть команда, которая пришла на второй этап, она уже в турнирной таблице находится на шестом месте. То есть, почему нет? Я могу понять фейерверки, палатки, стулья, какие-то микрофоны, то есть электрогенераторы, что-то такое, что можно, в принципе, где-то взять в аренду, где-то у кого-то просто это есть в наличии, там, знакомые, друзья, ну, но когда вы отметили грузовики, которые подъезжают, которые вы нанимаете, это все-таки финансирование? Нет, здесь в этом плане, смотрите, какая история, мы вообще очень благодарны региональному оператору, нашему компании Ситиматик, которые сразу откликнулись на нашу просьбу. Мы когда услышали первый раз, сколько стоит грузовик, чтобы вывезти от мусора, мы, конечно, чуть с ума не сошли, потому что, ну, это ставило вообще крест на все. Вот. Но мы обратились к компании Ситиматик, региональный оператор наш, нас очень быстро поддержали, и вот они возят, являясь партнерами нашего мероприятия. Это мусор. А победители что ожидают, помимо ощущения того, что они молодцы и сделали город лучше? У нас есть два партнера крупных, это компания Радиоклуб и компания Гармин. Это компания, которая обеспечивает нам призовой фонд подарочный, и помимо этого у нас победитель первое место займет, кто-то займет первое место получит приз в размере 50 тысяч рублей. Который делится на команду. Ну, там уж на усмотрение команды. Ну, одна из команд, которая сегодня борется за первое место, у нее огромные прям шансы, у нее цель передать эти деньги в приют. То есть, вот они объединены этой идеей выиграть марафон, чтобы заработать эти 50 тысяч и отдать в приют. То есть, в любом случае, ну, опять же, я не хочу иронизировать, верничать, но одним спортивным азартом мы сыты не будем, и по-настоящему зарядить людей у нас все-таки получается при помощи партнерской поддержки. У всех свои цели. То есть, вот я говорю, как вот команда есть дело, ее вообще не интересует эта история. Ее интересует тема с раздельным сбором мусора, они на это заряжены, они там импульс какие-то, то есть, их вообще, в принципе, баллы не очень интересуют. Их интересует реально вот такая вот штука. Вот. Они даже не думали про деньги. И, по-моему, они, кстати, только на этом этапе узнали, что есть призовой фонд. Даже так. Вот, да. Поэтому, плюс ко всему, большое количество команд это команды профессиональных сообществ. Что это значит? Ну, вот, например, у нас есть команда Мурман Энергосбыта. Очень активные ребята, реально заряженные тоже на тему экологии и на тему победы. Они прям, ну, вот, прям, у них форма такая красивая. А у нас была команда ТГК-1 оба раза. У нас была команда КОЛ Энергосбыта оба раза. Вот, как минимум, три. Ну, то есть, это действительно о многом говорит. Очень круто, что в таких организациях есть команды молодые, молодые коллективы, которые без, на первую же просьбу откликаются и выходят. Команда Лапланди у нас была, но на второй этап не было ее. Страйкболисты ребята приходили, оба этапа, кстати, тоже сейчас за первое место борются они. Команда радищиков, команда СММщиков. Все такие разные люди, такие разные команды. Я так полагаю, что каждая команда рекламирует себя по-своему. Я имею в виду рекламу в мероческом смысле, а там выкладывают это все в соцсети, поддержка Инстаграма, какие-то посты, репосты. Соответственно, Регион 51 также наверняка делает мониторинг. Постоянно, конечно. Как реагируют пользователи сети на вот такую инициативу? Я к чему? Воспринимают ее скептически как очередной субботник, который как-то красиво завернули? Я вообще удивляюсь от количества положительных комментариев, откликов и отзывов, где люди прям вот молодцы, давно так пора, здорово, классная инициатива, у ребят горящие глаза. Вот прям классно. На самом деле у нас был единственный такой, нельзя назвать его негативный отзыв, он был немножко даже по делу. Это местные жители как раз написали, что мы вообще в восторге, ребята молодцы, все здорово, продолжайте дальше. Но мы не наезжаем на ребят, но музыку можно было бы сделать потише, потому что собака, мол, боялась. И вы, говорит, обозначали старт фейерверками, говорит, это было внезапно. Но в принципе мы связались, они говорят, и конечно мы благодарны, потому что столько вывезли из нашего леса, а он вот через дорогу, какие могут быть вопросы. То есть вы просто взяли пунктик на заметку в стиле предупредить эфире. Да, 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 да. И все, здесь вот такой момент. Вот многих интересует, кто уже проследил за первым и за вторым этапом, тоже посмотрели некоторые отзывы в сети, есть ли какие-то гендерные преимущества у команд, в которых больше мужчин, к примеру? Вообще никаких. Вот на удивление, вот смотрите, первая команда, которая сейчас заняла третье место, там двое детей. Вот, факт. Команда, которая на прошлом этапе заняла второе место с небольшим отрывом от первого, это было четыре девчонки. То есть вот... Ну а первое место? А первое место пять парней из страйкбольной команды. Сейчас ситуация поменялась. То есть у них сейчас по итогам двух этапов у них общий счет, единый, они оба на первом месте. И все решит реально третий этап. То есть тут интрига прям колоссальная, они заряжены. Вчера там психовали, там вот ребята как раз из команды страйкбольный Меркс, они там прям вчера так психовали, что они выступают первое место. Но было прикольно смотреть за ним, что они друг к другу бегали и смотрели, у кого какая куча мусора. То есть тут самое главное это не держае сила, а просто... Стратегия и немножко везения. Стратегия, немножко везения и наверное какая-то определенная ловкость и желание сделать это все быстро и эффективно. Да, да. Ну вот я говорю, что мотивация команды, да, кто куда побежит, заранее все это обсуждается. Ну вот опять-таки Меркс там произвели разведку дронов, да, местности. Тоже им было это прикольно посмотреть там, где находится этот мусор. Потому что мы запрещаем перед игрой смотреть на это. Конечно, никто нам не может запретить участникам приехать в серии там вечером, когда они узнают точку и посмотреть. Ну вот слава богу никто у нас не подделывает игровые баллы. Хотя в принципе-то почему нет? Ну кто-то же может это сделать. Там слава богу никто не натаскивает заранее артефакты в себе по карману. То есть мы понимаем, что реально эти вещи вот они были найдены в лесу. Они имеют такие признаки долгого хранения. То есть участникам действительно интересно сделать все это честно и не только для того, чтобы победить Конечно, ну а для чего? Для чего иначе? Да, то есть, конечно, да, мы вынуждены на третьем этапе с учетом такой интриги. А у нас реальная борьба за третье место две команды соревнуются и за первое-второе место. То есть там вот прям вот они вот на равных позициях. Это очень мощная интрига. Поэтому, конечно, на этом этапе у нас будет первое, это другие баллы. То есть мы их изменим. Второе, мы не будем раскрывать до церемонии награждения, кто сколько баллов набрал на этом этапе. Церемония награждения у нас пройдет 11 сентября. И только 11 сентября, спустя две недели, они узнают, кто же забрал это самое первое место. Это тоже как бы первое, собственно, второе, третье, четвертое место. Это тоже как бы такой важный момент. Вот, ну... Но чем больше ажиотажа, тем лучше. У нас осталось буквально секунд 20. Скажите, пожалуйста, если, а я убежден в том, что этот проект даст должный резонанс, в принципе, большая его часть уже прошла, целых два этапа, позитивные отзывы есть и от людей, которые уже проживают на территории, где проходят эко-марафоны, и от участников. Планируете ли вы сделать это соревнование ежегодным или, может быть, увеличить его площадь или попробовать превратить его эко-марафона в какой-то более масштабный проект, возможно, с поддержкой администрации города? Мы живем идеей проведения такого турнира как чемпионат области. То есть, реально, что бы мы хотели? Мы хотели бы сделать некий отборочный тур внутри каждого муниципалитета и дальше сделать единые такие соревнования в какой-то средней точке, да, то есть нейтральные между там из серии Кандалакша и Мурманск где-нибудь в районе там Лавозера, например, где будут соревноваться команды сильнейшие из каждого города. Вот это такая, знаете, идея, которая у нас есть как у организаторов. Мы и живем, эта идея, у нас горят глаза по этому поводу. И, конечно, если это у нас получится сделать в следующем году, это будет очень круто. Не буду скрывать, звучит амбициозно, но очень надеюсь, что это вполне реализуемо. Спасибо большое за подробный разбор эко-марафона. Будем ждать третьего этапа и следить за развитием событий. Спасибо большое. Открытая студия